А имя есть у него? Я его назвал Антей. Так, заходите аккуратно, потому что здесь со светлого в темноту сразу можно уходить в подвал. Несколько таких бросков и почки ты уже отбил. Произошел это чистой воды, был несчастный случай. То есть я фотографировался с медведем и он на меня набросился. Но этого делать не надо. А вот и богатурышка земли русской, Дима Холоджи. Что за трость, Дим? Ну это как бы, будем так говорить, реставрация своего рода трости Ивана Максимовича Поддубного. У Поддубного было несколько таких тростей. Одну из них я, кстати, подарил в музей в этом году. Поддубного. В этом году Ивану Максимовичу 8 октября исполнилось 150 лет. Ну а одно оставил себе. Сколько весит? А вот это вот секрет как раз. Пускай легенда останется легендой. Асфальт можно разбить? Конечно, можно. Не, ну асфальт разбивать не будем, давайте камень. Давай. Ну пойдем. Я так понимаю, это зал, в котором ты вырос. Что за город? Фактически да, фактически да. Город Комсомольская, спортклуб Акланд. Ну это так громко звучит, спортклуб Акланд. А в действительности, вон небольшой такой зал. Еще с самого начала, даже не 90-х, а с конца 80-х был сделан. Наверное, первый зал в Старобешевском районе. Не, наверное, и был первый зал в Старобешевском районе. Так, заходите аккуратно, потому что здесь со светлого в темноту сразу можно уходить в подвал. А, так не знаю, да. А почему вы не закрыли подвал? Зачем? Да, действительно, странный вопрос. Ну а вот и сам спортзал, или как его именуют, спорткомплекс. Вот первый зал, здесь как бы зал борцовский, единоборств, теннисный стул. И второй, основной зал, где уже тренируются. Половина тренажеров еще доисторические, 87-го года, Днепропетровского производства. А половина всего остального самодельная, как вот можете видеть. Блины по 50 килограмм, тоже самодельные, конечно. На риск, вот блину куча, половина из них самодельные, половина еще со старой секцией тяжелой атлетики. Вот самый новый надежный блин, хотел сказать, гриф. Кстати, его подарила Лиля Подкопаева в 2004 году. Это олимпийская чемпионка по гимнастике, да? Олимпийская чемпионка, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике подарила нашему залу вот этот вот олимпийский гриф. Это ребята, которые здесь занимались, да, на стенах? Да, да, да. Арнольд, Иван Матун, и Арнольд, и вообще, кто посещал этот зал. Вот, для силового экстрима, для прогулки фермера из Рец, чемоданы сделаны, гантели фирменные, наверное, я так не знаю, или Флекс, или Васил фирма. Это вот так, на 45 килограмм, сейчас легонечко. Ну да. Естественно, самодельные гантели. Сейчас покажу наивысшее достижение Лиля, знаете, как голь на выдумку хитра. Вот, гантели. Как вы думаете, из чего? Вагонетка. Нет. Похоже, но не вагонетка. По смыслу близко. Ролики с экскаватора. Экскаватор на них ездит, мы наделали, ну, что ж им зря пропадать. Сколько, гантели? По 50 и 58. Капец. Что, позанимаешься чуть-чуть, потренируешься? Да, сейчас потихонечку разомнусь и начнем. Давай. Вот один из предметов гордости этого зала и мой личный. Плакат Василия Ивановича Алексеева. Кто не знает, двукратный олимпийский чемпион считается штангистом столетия. С надписью Дмитрию Халаджи с уважением и роспись Василия Алексеева. Вот в этом самая большая ценность этого плаката. Внукам буду показывать. А я слышал, он трехкратный олимпийский чемпион. Ну, не дали ему третий раз стать олимпиадой. Не, он просто был женат на олимпиаде. Ну, это тогда может засчитываться за две, за три олимпиады. Вот, одеваю самбовки, потому что железо как разминка, а потом работа на борьбу. А что за борьба? Чем ты сейчас занимаешься? Ну, в принципе, из соревновательной борьбы на поясах, кореш. Вот ездил летом на чемпионат мира в Казань. 29 стран-участниц. Занял второе место, за золото не боролся, так как травмировал руку. Старая травма и техническая... Сколько схваток было? Три схватки. Ну, 130 килограмм, вес весовой категории до 103, как понимаете, народа не так много. Сейчас пропустил, к сожалению, кубок мира, пропустил, очень сильно жалею, потому что, ну, по этому одним причинам, от меня независимому, к сожалению. Слушай, а расскажи молодежи, которые не знают, они будут спрашивать себе в комментариях, шрамы откуда у тебя? Какие именно? А вам обо всех расскажи. Ну, вот, сейчас заберу, это от медведя шрамы. Капец, это история была вообще капец. Расскажи, давай начнем с нее. Первое сентября 2019 года я был на гастролях, на цирковых гастролях, в передвижке, цирк передвижка. Это было город Качух, Иркутская область. И произошел это, от чистой воды был несчастный случай. То есть я фотографировался с медведем, и он на меня набросился. Ну, как выглядело? Вот стал я, стал медведь рядом. Фотограф же, дрессировал, фотографировался, он же стоит, медведь. Раз, глянул на меня. Второй раз, знаешь, вот так вот. Потом резкие развороты, хватит, кубарем с ним пошли. Сумел отбиться, слава богу. Короче, ну, как я потом уже понял, и отбиться мне получилось. Это чисто случайно, просто попал ему в гортань, видимо, ударами. А так на ощущение медведя, вот как в стенку бьешь, так примерно на ощущение бьешь по медведю. Все это длилось буквально секунд 15, может 20, не больше. Вот эти все эти. И попал ему в гортань. Опять же, гортань у него не как у человека здесь кадыка. Он там, ну, больше вовнутрь шеи и толщиной как труба. Ну, может быть, в какой-то нервный узел попал. Но он меня отпустил и как бы, ну, слег сам. Я отскочил, хотел схватить топор, добить его, ну, как, топором. Хорошо, что я не кинулся, хорошо, что я этого не сделал. Потому что чем бы повторная схватка закончилась, это ж, ну, не факт, что получилось бы нанести ему четкий удар и пробить череп. Скорее всего, я думаю, не получилось бы. Потом я уже разговаривал с охотниками, со мной охотник лежал. Он говорит, тебе повезло, говорит, у них обычно они атакуют. Он мне только ноги покромсал, вот здесь вот выше, не добрался, не добрался до паха и не добрался до брюшнины. Я думаю, еще несколько секунд схватки, и он двигался, я его просто руками сдерживал. Он бы добрался и до брюшнины, и до паха, то есть... Я бы с вами разговаривал бы. Ты говоришь, хотел взять топор. Откуда там был топор? Ну, лежал топор просто, играл топор. А что это за место, где просто лежит топор? Ну, это был двор цирка. А мне говорили, что ты с медведем это специально было? Нет, нет, нет. Да нет, ты что, о чем ты говоришь? А теперь собираешься с быком. Нет, с быком у меня было и не раз. В принципе, это старинная забава, борьба с быком. Естественно, как Аяма, я ему по рогам не бью, то есть не пытаюсь срубывать рог. И вообще кулаками не наношу удары, за ноздри животное не хватаю. То есть я не делаю больно животному. Это идет честная схватка между мной и животным. Чисто за рога и, то есть, боли я не причиняю животному. Ну, я тебе скажу, очень хорошая физическая тренировка борьбы с быком. Когда-то, знаешь, там... То есть ему задача повалить его? Повалить, да. За рога свалить быка. Это очень непросто. Ясно, что если взять его за ноздри, то можно развернуть, он сам упадет. Ну, естественно, этого не... Грязными приемами, то есть запрещенными, я в этом плане не пользуюсь. Так что все те, кто могут в комментариях писать, а, издевайся над животным, хорошо говорит, наевшись бифштексов и одев кожаную обувь или кожаное пальто, либо еще что-то другое, или перекручивая с шашлыком. А то, что быки между собой сражаются в завонах, это для них более опасно, чем я за рога потягаю животное. Так, остальные шрамы? Ну, остальные шрамы, это еще я в детстве получил ожог. В возрасте 4 лет перевернул на себя кипящий чайник. Получил около 40% ожогов поверхности тела. Загремел в больницу, в Донецкий ожоговый центр. Попал к известному врачу, слава богу, Фисталью Эмилию Яковлевичу, который, по сути, меня и спас, потому что я был в тяжелом состоянии. И тогда была больница, ожоговый центр, ложить было некуда, произошел взрыв на шахте, и было большое количество шахтеров с ожогами. И поэтому меня он все-таки взял, потому что маленький ребенок, 4 лет, стало жалко. И меня долго там спасали, я уже точно не помню, потому что 5 операций мне сделали по пересадке кожи, то есть трансплантации, а потом по рассечению еще коллоидных рубцов. 12 раз доливали донорскую кровь, крайнюю операцию ожоговую мне сделали уже перед школой, когда мне было 7 лет. То есть я после больницы, после вот этих всех операций, лежал в специальном таком, такой каркас сверху ложился, и я лежал на рыболовецкой сетке, потому что меня нельзя положить на простынь, то есть я, ну, сплошная рана, я прилип, и поэтому лежал на рыболовецкой сетке несколько месяцев, и каркас сверху накрывался он одеялом, чтобы мне просто там было элементарно, ну, тепло, чтобы одеяло тоже не прикасалось никакая ткань к телу, и после этого, после вот этих всех операций, переливаний и прочего-прочего, тело атрофировалось, заново тоже учился ходить, учился двигаться. Дома меня уже на амбулаторном лечении бабушка долечивала, то есть мы же Вишневского. А теперь в Баковке начали, вот так бывает. Ну, такое случается. Мы погнали тренироваться. Погнали. А как вот проходит твоя обычная тренировка? Вот такая, ну, знаешь, не подготовка к соревнованиям, к какому-то рекорду, а вот в обычном режиме. Вот ты сейчас же в обычном режиме? Да, да, абсолютно в обычном режиме. Вот что ты делаешь? Как ты делаешь? По сути, это по своему подходу обыкновенная тренировка, как тренируется большинство людей, просто упражнения в ней могут быть необыкновенные. Не могут быть, а есть большинство упражнений необыкновенных, я вам сегодня их покажу. И необыкновенные снаряды даже есть, которые используются в тренировке. Ну, сейчас начну с разминкой. Разминаться надо обязательно, запомните. Дядя Дима, часто это я обращаюсь к молодежи, потому что молодежь всегда рвется к рекордам каким-то, к неимоверным весам. Дядя Дима был точно такой, делал множество ошибок и получил множество травм. Поэтому, други мои, не делайте ошибок, пожалуйста. Разминайтесь всегда тщательно перед тренировкой. И любая тренировка должна начинаться с разминки, а заканчиваться ныне забытым абсолютно понятием заминкой. Конечно. Слушай, а вообще расскажи о дисциплине, о этом номере, когда заезжает машина. Что нужно при этом тренировать, чтобы тебя помогла переехала машина, а ты при этом остался цел и здоров. Ну, насчет здоровья, рарантий не могу давать никому. Будем так говорить, к таким силовым номерам, как наезд автомобилем, без фальши, подчеркиваю, без фальши, надо идти очень осторожно. Потому что, все-таки, когда работа идет с мегавесами какими-то, это всегда риск для жизни, колоссальный риск для жизни. Ну, ясно, что здесь кашу маслом не испортишь. Если ты будешь сжать как можно больше без экипировки, то лучше. Чем больше будет у тебя разводка, тем лучше. Чем больше ты сможешь удерживать на себе вес. То есть, это совокупность большого количества силовых данных и обязательно некоторые упражнения, некоторые упражнения, которые в спорте, наверное, кроме меня фактически никто и не использует. Там, допустим, срыв штанги с груди, так называемый, с весами, которые намного больше, чем ты можешь пожать полную амплитуду. Сейчас, естественно, этими делами я не балуюсь, а в молодости любил это делать постоянно. Вот именно на этом месте выполнял я упражнения, срыв штанги с груди. Выглядело это примерно вот так вот. Представьте, что здесь 300 килограмм. Реально было 300 килограмм. Страховало три человека. Вот прямо на этом месте, историческое. Здесь человек, здесь человек, здесь человек. Это был 2002 год. Выполнял я вот такое вот упражнение. Брал штангу, 300 килограмм, без, конечно, всякой экипировки. Снимал ее. Я понимаю, что сейчас это может выглядеть фантастика. Очень многие говорят, до этого не могу быть. Ужок или еще подобное. Но это было. Опускал на грудь. Опускал на грудь. И вот в такую амплитуду движения делал срывы. И у меня произошла следующая ситуация. Никто из страхующих не успел срывать. Сыграла штанга. Она же играет под таким весом. Сыграла штанга и через кисть провернула кисть и лягла грифом на грудь. Я услышал хруст. Успели подхватить. Сняли. Тут я исполз. Это было как раз 19 апреля. На мое день рождения прям было. Вызвали скорую. Приехала скорая. Привезли меня в нашу поликлинику. Был дежурный, ныне покойный врач. Говорит, у меня даже инструментов здесь нет. Везите в Старобешево. Привезли в Старобешево. Это было, по-моему, или суббота, или воскресенье. Сказали, ну, оставляйте. Врачей нет. Утром придет рентгенолог. Утром повели меня на рентген. Раз сделали скадр, съемку сделали. Говорят, что-то не пробивает клетку у тебя, вот эту груднину. Давай мощность больше. Раз, мощность больше. А потом, когда сфотографировали, я могу в чем-то ошибаться. Но вот что я запомнил, говорят, у тебя толщина хряща вот здесь вот по центру вот этой кости 2,7 мм. А у обыкновенного человека норма около сантиметра. То есть 9, даже 8, 7 мм. То есть норма толщины хряща. И я недавно делал, не КТ, а как. МРТ. МРТ, да, по-моему, МРТ на диск. И здесь профессор Лобанов Григорий Викторович смотрел. И он нашел этот перелом. Говорит, а тут что у тебя было? Говорит, это, наверное, скорее всего, перелом был. Полежал я, полежал, болит сведенек. У тебя генетически просто хрящ здоровенный, да? Я думаю, вот эти вот упражнения я делал уже не первый год. Ложил на грудчи деревянные. Люди заходили вот здесь в спортзале, там человек 20 заходило, толпой становилось. Значит, то есть это уже была наработка, я думаю. То есть это даже не столько генетически, а просто развил, да. Тренировка, как ни странно, костей и хрящей. Но ни этого делать не надо. Это вот я разминочное упражнение, гантели по ползиннику. Да, да. Это уже такое упражнение для ленивых. Ложусь на лавку в ножи. Но, в принципе, вот это упражнение, которое я сейчас буду делать, это из арсенала борьбы, кстати. Для рывка на себя. Хоть для тех, кто борется в кимоно, в куртках, хоть для вольников, хоть те, кто борется в трико. Бросать нельзя ни в коем случае. Если в той специализации, в которой я сейчас работаю, это для рывка на себя, когда держишь сейчас за пояс. Если взялся за кимоно, за куртку, тоже рывок на себя сам, знаешь, очень важен. Бывает, когда спина уже забилась, перетренирована поясницу, я имею в виду, длинные мышцы спины, а широчайшие, допустим, еще вот это движение, можно было бы поднаработать. Поэтому вот ложись на лавочку и делаешь тяпу. Вес так по ползинечку ты и делаешь? Да, да, по ползинечку. Сколько подходов? Как правило, в этом упражнении я делаю 3, ну, 5 это самый максимум подходов. Ты не пьешь из стаканчиков из-за соображений экологии? Не, из соображений. Я в детстве жил с бабушкой, у нее были только такие кружки. Я с детства привык пить из железных кружек. А ты, если захочешь, можешь ее смять вот так, да? Конечно могу. Не надо. Ну, не надо. Это ж моя кружка здесь. Так, что у тебя? Разветочка двухпудовая, да? Да. Старушка двухпудовая верит. Как это делается в цирке? Давай. Давай. Старушка двухпудовая верит. Поблики, прошу. Что за плакатик такой забавный? Ты на нем похож на какого-то такого младенца переростка. Это плакат фильма Иван Силов, который я снимался, о жизни великого силача прошлого Ивана Федоровича Фирцака. И здесь, естественно, был загримирован под него. Но я играл его в молодые годы, в юные. То есть, когда ему 20-22 года. И, естественно, меня гримировали, чтобы я выглядел более молодо. Сейчас, вот, смотря на наведенный румянец на моем лице, в Черновцах, большая часть фильма снимала в Черновцах, меня загримировали. То есть, я лоснюсь весь, блещу, все налакировали. И потом мне говорят, Дим, да, ты в кадр будешь через часа два выходить только. А я в шертуке, в котелке с палочкой. А я знаю, что здесь рядом есть стихийный рыночек. Думаю, сажу-ка я на стихийный рыночек за молоком. Иду в котелке с палочкой на этот стихийный рынок. Подхожу, сидят бабушки, человек 10, молочко продают. Говорю, бабушки, у кого самое жирное молоко? Одна бабушка так на меня взгляд подымает. Ты и так жирный. Так что, да, вот это локация этого прекрасного фильма. Рекомендую очень посмотреть. Иван Сила фильм называется. Да. Кстати, это несколько необычный полтинник. Это реплика, опять же, он не историчен. Реплика формы, гири подобных форм были в 19-м, 18-м, 17-м. Самый, может быть, даже и древнее веков. Конечно, это не спортивная гиря. Сжать ее не совсем удобно. Но для цирка, для выступлений, я для, будем так говорить, архаичности, в своем роде такого шарма, старины, я использую вот такие вот гири. Итак, жонглирование трехпудовой гири. Как это звучало в старину, а сейчас 50-килограмм. Ну, сейчас, наверное, звучит как-то более солейно. Аж 50-килограмм, вот такие 50-килограмм. И теперь демонстрация силы бицепса. Вот так вот, господа. Опять же, в юные годы, когда я осваивал веса в жонглировании гирями, я перед порогом дома ставил, допустим, двухпудовую гирю. Я выхожу куда-то с дома, неважно, в магазин, просто я должен один подход отжонглировать. Захожу в дом, должен один подход отжонглировать. Потом у меня гиря была 38 килограмм. Я 38 поставил. Потом 16-ку залил свинцом, там около 47 килограмм. И ей жонглировал. То есть, вот, неважно, куда я иду, хоть 10 раз ты ходи туда-сюда, это не проблема гири, ты должен ее жонглировать. Опять же, повторяю, не надо эти эксперименты проводить на себе. Ребята, привет, меня зовут Богдан Хмельницкий, я продюсер этого видео. Я хочу познакомить вас с продукцией Pure Protein, а именно с протеиновым печеньем. Знаете, какая штука? Помимо того, что оно реально вкусное, ну, прям классное, вот я его ем с удовольствием, у него нет сахара, у него много белка, я им наедаюсь. Здесь порции, две штуки, всего весят они 80 граммов. В нем 35% белка в самом печенье. И вы же знаете, что, ну, по устоявшемуся мнению, за один прием пищи в организм усваивает 30 граммов белка. И здесь, как раз в этом печенье, те самые 30 граммов. То есть он не объемный получается прием пищи, вкусный, при этом вы наедаетесь и закидываетесь с нужным количеством белка. Причем по совершенно небольшой цене. Можете посмотреть там внизу под видео ссылочки на маркетплейсе, найти это печенье, получить удовольствие, пользу, ну, примерно так же, как от этого видео. Продолжайте смотреть. Сделал себе вот такое вот чучело. Правда, от него можно упиться. Я его пытался сделать как можно мягче. Здесь внутри семечка засыпана. Просто мягче семечки ничего нет. Не, ну, ясно, можно засыпать опилки, но тогда оно будет весить 20 килограмм максимум. А сейчас сколько весит? А так 72 килограмма весит. Ага. Слышишь, скажи, пожалуйста, вот я когда слышал историю о том, что ты боролся где-то еще в молодые годы на барана, схватил типа за кимоно и оторвал ему воротник. Было так? Не оторвал воротник, порвал просто кимоно. Просто порвал кимоно. Да, да. А было в тот же день, что ты то ли вывихнула руку, то ли что-то, тебе бабушка какая-то его вправляла. Это не мне было, это моему другу вывихнули руку. А, Валерию. Да, Валерию. А, Валерию, точно. Да, там была такая ситуация. Ну, мы еще подростки, там, по 18-17 лет, поехали в Староигнатьевку, ну, это родина Лиматы, там, ну, олимпийского чемпиона, олимпиады 80. Там сильнейшая школа борьбы. Приехали мы группой, а Валер, он самый старший, он только после армии пришел, такой атлетично сложенный, короче. Так, Валер, давай ты первый идешь, ты старайся его выматывать. Тогда же правила там были борьбы, ты должен трех противников уложить подряд. На лопатки, не уходя из круга, времени, лимита времени нету, борьба только в стойке и ни подсчета баллов, ничего. То есть, только чисто уложить на лопатки. Ну, Валера вышел же против него. А этот человек был там, он заслуженный, перезаслуженный, фамилию, имя его не помню, фамилия Костенко. Он тренировал раньше борьбу, в то время в Донецке. Андрей Костенко, чемпион мира по самбо, чемпион мира по дзюдо. Да, да, да. И вот он, Валера вышел с ним бороться. Вот они вышли, как потом сам Валера рассказывал, говорит, вот так вот встали. Говорит, я его вот так вот попробовал дергнуть за кимоно, говорит, а он как будто бы, говорит, только кимоно на памятник одели, и я пытаюсь дергать памятник. И потом смотрю, земля-небо, земля-небо, и чувствую у меня хруст в руке, выехал в локтевом суставе, выехал в руку, мы его сразу там сначала повезли до бабушки местной знахарки. Та правля, говорит, у него мышцы очень сильные, говорит, я не могу вытянуть руку, везите его в больницу. И то привезли в больницу, и там ему вправили эту руку, в гипсе проходил там 2 или 3 недели. То есть были, да, такие ситуации. Эх, начнем потихонечку. Я не сильно падаю сверху, потому что реально очень твердая. Несколько таких бросков, и почки ты уже отбил. Извиняюсь, друг мой, извиняюсь. Прогиб с зашагиванием, так называемый. В этот раз, видишь, чуть в Богдана не попал. Ну, как-то так. Столики для армрестлинга. Когда-то у нас здесь была серьезная школа армрестлинга. Тренер, к сожалению, не уехал за Мяшвили Ливан Григорьевич. Ливан Григорьевич, если видишь меня сейчас, мы тебе всем залом передаем огромный-огромный привет. Приезжай в гости, мы тебя всегда ждем. Недалеко. Представка Голова говорит, а можно сюда прям заказать, чебуреки привезут. Тут можно купить чебуреки у вас. Есть доставка? Да. А как она выглядит, доставка чебуреков в Комсомольске? Сейчас привезут, посмотришь. Есть специальное приложение для этого? Да. А ну, давайте проверим. То есть, ты звонишь и говоришь, типа, девочки, здравствуйте. Да. Ну, давай. Сколько? Штук 20, чтобы мы сильно не наедались. А по чем они? Не знаю. Алло, привет. А ты еще работаешь? Уже никого там нету? Да то хотел чебуреков заказать. Все, сегодня завоз чебуреков на место не судьба. А можно куда-то поехать? А? Где-то другая точка. Конечно. Пойдем, пойдем. Так, я предлагаю вживую кого-нибудь с кем-нибудь побороться. Так, а что за... Сейчас, сейчас, донесу. Что-то весит? 153 килограмма весит. Да. Напиток песком. Почему одна нога всего лишь? Потому что нога весит 12 или 13 килограмм. И будет, ну, пока что рановато мне добавлять еще 13 килограмм веса в это чучело. Да, все самодельно. Как... Ну, это же самодельный этот мешок. Попробую, кстати, да, твердоватый он, чтобы кидать. Вот как твоя оценка. На него падать бывает чуть-чуть. А этот, он вообще, он бетонный на ощупь. Имя есть у него? Я его назвал Антей. Потому что он тяжелый, неподъемный. А приходила, значит, тут женщина попросила девочку, чтобы маленькую тренировал. Ну, тренер. Я сейчас тренером здесь не работаю уже много лет. И он тренирует, а этот же Шантей там и лежит. А он, ну, с ребенком шутит, говорит, как мы его назовем? А девочка, котеночек. И так, смертельный номер. Как это в тринадцатом году. Это очень старое обучение. Вы такого больше нигде не увидите. Сыпь это с потоком. Рвется его периодически. Надо ремонтировать. Все держится на веревках, на цепях. И на третьем гениальном изобретении человечества скотчем. Так. Теперь с левой руки. Левая под низ. Не делаю прогиб. Не делаю прогиб, потому что я не могу с ним упасть. Если я упаду вместе с ним, я просто об него разобьюсь. Потому что он реально, он твердый, как камера. Кстати, вот моя мысль. На камеру, на камеру я такими вещами очень редко обалую зрителя. Раскрывая некоторые секреты силачей старого времени. Кстати, выражение силачей старого времени придумал не я, а придумал Котенко, автор нескольких очень серьезных исследований и публикаций об Иване Поддубном. Жалко, что я этого человека вживую не застал. Ну зато, дай Бог ему здоровья, я общаюсь и дружу с крестным сыном Ивана Поддубного. Так, ну что, еще раз. Видишь, видишь, как я о секрет не раскрыл. Заболтал, а секрет не раскрыл. Может кто-то догадается, что я намек дал касательно этого упражнения. А вы догадаетесь. Я Эрин. Я читал одну такую интересную историческую, исторический роман. И там русский дружинник с Древней Руси попадает в Константинополь. Ну, там занимает определенное место в Иерархии. Его привели в баню и атлетический зал. Фитнес-клуб Древнего Рима. Ну, не Древнего Рима, а Константинополь. И ему предлагают поднять Иерархию. И там стоит трехкудовое Иерархию, он ее берет, легко десять раз поднимает и говорит, а больше есть? Ему говорят, нет. Он говорит, да ты Геркулес. А кто это такой Геркулес? Сейчас я тебе покажу его статуи. Ему показывают статуи, а он спрашивает, а он кто? Хрек или Римлян? А ему отвечают, он Эринг. Я Эринг. А зачем на Антее ботиночек? Ну, я так подумал, просто будет более реалистично выглядеть. Взял старый керзовый сапог и сформировал ему ногу. Короче, значит, смотри, что мы сегодня, вот твоя, ну, такая базовая, простая, обычная рабочая тренировка. Значит, после разминки ты вот поделал тягу гантелями, да, ну, в наклоне с упором в грудь, пожонглировал парочкой тяжеленных гирь и побросал вот этого, вот этот сумасшедший ты ножок. В принципе, общий тоннаж приличный, веса везде большие, этого достаточно для того, чтобы потренироваться вот так средненько? Ну, чтобы поддерживать себя, удерживать в крейсерской форме, да. Так, и заминка, что в заминке? Ну, что в заминке? В заминке, в принципе, я могу даже совершить небольшую пробежечку. Опять же, заминку я могу закончить жонглированием легкой двухпудовой гири, то есть могу закончить этим. На турнике поподтягиваться могу, сделать пуловер, обязательно, вот хорошие дыхательные упражнения, пуловер с небольшим весом, разводки с небольшим весом, то есть все, что стимулирует глубокое дыхание. Я помню, как ты подтягиваешься, и сколько весишь ты сейчас? 130 сейчас. 130. Давайте посмотрим, как 130 килограмм подтягиваются на турнике. Так. Я до конца руки не сгибаю, потому что у меня контрактура руки, я просто физически не могу ее согнуть до конца. И разогнуть, да, и разогнуть тут не могу до конца, и согнуть не могу до конца. Травмы, травмы, разминайтесь, не перенагружайтесь, восстанавливайтесь, вот такие вот вещи делать не надо. Это, ну, Артемов, ну, это у нас на стадионе команду каратистов поднимаю на плечах. А это у нас на стадионе еще где-то, наверное, 60-е годы был у нас такой Иван Минякин, штангист, мастер спорта по тяжелоатлетике, и у него была поговорка, ну, кстати, небольшую весовую категорию, что-то в районе 80 килограмм, у него была поговорка, мужчина начинается со 100, то есть вот ты либо в рывке, либо в толчке, либо в жиме поднимаешь 100 килограмм, ты уже мужчина. Ну, вот он пустил, как бы сейчас сказали бы, челлендж, а вот он еще в то время, мужчина, начинается со 100, у него поговорка была. Ну, Васильевайш тоже так говорил, в то, собственно, не толкает, а глупо.